Здравствуйте, коллеги. Вот у нас сейчас только такой спокойный, короткий перерыв. Вообще дискуссии пройдут полным ходом. Они проходят в помещении, которое находится у меня за спиной. И градус достаточно высок, потому что и отбор был очень строг. Дело в том, что с каждым годом, мы уже договорили, растет число поданных на конкурс заявок. От Южного округа их было свыше 20 тысяч. Самому зрелому участнику 54 года, самому юному 22 года. И вообще организаторы подчеркивают, что именно на Юге конкурс, по крайней мере, корпус полуфиналистов значительно окреп, потому что сюда пришли зрелые управленцы, которые больше 10 лет руководят компаниями численностью свыше тысячи человек. И это, конечно, вносит свой шарм, свою лепту в общее обсуждение. Есть и новшества. Появились так называемые специализации, финансы и технологии, здравоохранение и наука. Сегодня, к целому, говорят День науки. Об этом тоже все вспоминали. То есть у участников, врачей, людей, имеющих отношение к финансовой сфере, имеющих отношение к сфере образования, есть возможность поучаствовать в так называемых треках. Это отдельное обсуждение. И дело в том, что если человек не прошел финал конкурса по основному конкурсу, по основным дискуссиям, у него есть возможность воспользоваться той квотой, которая существует для участников этих треков, для участников специализаций в дополнительной вот этой сфере. И вот давайте послушаем, что об этом говорит заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможности» Александр Садовский. Когда у нас появился понятный заказчик, видим Минздрава и Минобранауки, Координационного совета по делам молодых ученых, мы поняли, что пришло время попробовать специализацию. Они важны, потому что специфика управления в таких отраслях, она немного другая. Это не общее управление, там нужно глубоко знать предметную область. И, например, в науке сильно отличаются прикладные задачи от фундаментальных. И ученый должен понимать эту специфику. Есть еще одно новшество. Впервые введены для журналистов. Есть возможность хотя бы отчасти почувствовать себя в шкуре участника этого конкурса. То есть вот завтра во время общей дискуссии отдельный стол будет сформирован для представителей прессы. И если мы обычно со стороны наблюдаем за тем, как это происходит, то тут есть возможность поучаствовать в этом. Это будет занимать больше трех часов. Все по полной программе, все очень серьезно. Я думаю, что это тоже такой бесценный опыт, которым, кстати, собираюсь тоже воспользоваться. Итак, конкурс будет идти сегодня и завтра. Завтра вечером будут объявлены имена финалистов. И я думаю, что мы за всем этим будем наблюдать. Обязательно вам в этом всем расскажем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!